Отличная альтернатива пагубным привычкам это спорт. В субботу страна отметила всероссийский день зимних видов спорта. Ровно год назад начались зимние олимпийские игры в Сочи, первые в истории нашего государства. Российская сборная триумфально закончила соревнования, заняв первое место в общекомандном зачете и обогнав своих главных соперников из Канады, Норвегии, США. Прошел всего один год, а ведь кажется, что зимняя сказка в Сочи началась буквально несколько дней назад. Весь мир наблюдал за великолепными зимними играми в нашей стране, а развязка соревнований, когда россияне вырвали победу в общекомандном зачете у своих основных соперников, вполне возможно, в будущем станет сюжетом для фильма «Разряда легенда номер 17», ведь олимпийские победы сплотили всю страну. За прошедший год объекты после олимпийского наследия работали со стопроцентной нагрузкой, склоны, на которых перед играми катался президент Владимир Путин. Сейчас принимают сотни тысяч туристов со всей страны и из-за рубежа. Калужский горнолыжный комплекс не такой грандиозный, как в Сочи, но для занятий спорта подходит идеально. Глава региона проводит здесь выходные не так часто, как хотел бы, но лыжню России вместе с супругой пропустить не смог. Хороший спорт, он такой, знаете, объединяющий, разгружает не только, не только укрепляет человека физически, но и разгружает голову. Это тот спорт, где особенно, ну, как говорится, не приходится. На обычных лыжах беговых я тоже иногда хожу, но там думаешь о чем-то, идешь, опять продолжаешь. Здесь чаще всего думать надо о том, как он благополучно спуститься. В отличие от прошлого года лыжня России в нашем регионе прошла, пусть и в усеченном варианте, в Орленке на дистанцию вышли тысячи спортсменов, в том числе и профессиональные лыжники. Это не только праздник души и тела, это люди показывают свою приверженность здоровому образу жизни, физкультуре, спорту, позитиву. Это очень важно. И самое главное, какая атмосфера царит на таких праздниках. Все доброжелательны, улыбаются, смеются. Поэтому очень хорошо. Олимпийские игры в Сочи стали катализатором для развития массового спорта в России. А школы, которые специализируются на подготовке профессионалов в зимних видах спорта, получили небывалый набор. И уже сейчас понятно, что ванкуверская катастрофа в ближайшие десятилетия не повторится. Символично, что в дни празднования зимних видов спорта 16-летняя калужанка Майя Якунина после великолепного выступления на Олимпийском фестивале в Лихенштейне выигрывала спартакиаду школьников России. Сергей Романов, Николай Егоров, Андрей Сомов, телекомпания НИКО-ТВ.